Здравствуйте, друзья! Продолжаю я свое повествование о поезде в лес. Вот она я. Вот то место, где мы остановились. Красота вокруг. Морозит сегодня. И поле, затянутое электропастухом. Это не мое поле. Мое немножко дальше. Мое вот там вот. Но я тоже сдаю в аренду человеку, который там коров держит. Ну и, очевидно, мой сосед тоже сдаёт. Вот. И тут он вот. Третий сосед вот тут вот коров своих и выпасает. Надо как-то, мама дорогая, надо как-то перелезть под этим делом. Но тут ничего не сделаешь. Сейчас я перелезу, потом буду... Ой, старость не радует. Как-то перелезла. Потому что сдавать приходится в аренду, хотя я уже рассказывала, что там доход небольшой. Мы в год где-то 200 с небольшим евро мы с этой с этой сдачи в аренду получаем. Но главное то, что нам не ставят штрафы. Солнышко, привет! Утро раннее, утро красное. Ну так вот, не ставят штрафы. Если имеется сельхозземля, и на ней ничего не делается, не проводится никаких работ, то выставляют штрафы. Надо хоть что-то, хотя бы траву косить и убирать. Не просто скосить и бросить, закосить, сложить, убрать. Ну а зачем нам это надо? У нас нету никакой скотины. И поэтому мы просто раздаем в аренду, и они там уже хозяйничают на этой земле. Смотрите, какая красота-то. Ой, красота-то какая! Морозец-то какой! Все такое-такое. Вот, вот вот следующий холмик это уже нам принадлежит. Ну я тут напрямик-то пройду, пройду напрямик в лес. Хорошо, что сухо очень, эта осень очень сухая, и вот всякие вот эти канавки, они без воды. Вообще можно спокойно идти. У меня, конечно, сапоги есть, но все равно. Вот такая милая дикость. Мне нравится. Тихо-тихо. Вот эта осень, это такая осенняя тишина. Ты кажу, как и зимняя, кстати. Вот. Прям вообще в городе листопад в самом разгаре, а здесь уже завершается. Это пища. Еще один пролаз под электропастухом. А вот что, почему он огородил кусок леса? Вот почему? Почему эти коровы позволяют себе ходить под моими березами? Они вытаптывают корни. Березам от этого плохо. Ну, правда, честно говоря, береза-то, доброго слова, не стоит. Ну, если в лесоводческом смысле. Ну, да ладно. перелезли. Перелезли. Ой, я вот люблю такие леса. Они такие вот. Они такие романтичные, такая тут дикость. Такое все преломанное. леса, по которым легко ходить, ну, это типа вот сосняки. Они тоже хорошие такие, ну, красивые, да. Ну, вот такие вот диковатые мне нравятся больше. Говорю, как есть. Березки. Ну, вот, выходим на вырубку, которую уже почти два года, вот зимой два года будет, то есть два сезона она стояла и на ней тут что-то росло. Весной показывала, какие победи осины уже здоровенные. Ну, и вот сейчас, смотрите, так, только сейчас не против солнца встану, а вот. Ну, вот, например, вот это молодые осинки. Вот она, вот она, вот она. Пошла молодая осинка. Видите, какая она огромная, выше меня ростом. Их тут вот заросли. Заросли осинок. Красотень ажурная. Красотень ажурная. Да, вот первые годы после вырубки это место, конечно же, травы занимаются. разный. И быстро растущие породы, которые называют пионерами. Береза, осина, альфа. В моем случае это в основном осина, поскольку я уже говорила, что тут был осиновый лес с примесью ели. Ель погрызли короеды, чтобы им пусто было. осина была уже старая, такая, сильно подгнившая, и поэтому здесь была проведена рубка. Деньги от этой рубки пошли на ремонт дома, то есть еще помимо прочего. вот. И тут вон уже какие огромные осины за два года наросли. То есть тут был в основном осиновый лес, наверное, он такой и будет. Блюфти растут с примесью, это неплохо, если бы они сохранились. Кое-какие елочки, то есть лес хочет расти такой же, как он и был. А вот получится у него это или нет, я, честно говоря, не знаю. Потому что я уже говорила, что я не буду ничего делать. Вот он пущен на самотек, пусть он тут сам и разбирается, что он хочет, что он не хочет, как он растет. С лесоводческой точки зрения это форменное безобразие. Потому что для того, чтобы вырастить качественный лес, в качественном смысле тот, который нужен человеку с качественной древесиной, тут обязательно надо проводить рубки ухода. То есть вот ну даже если не в этом году, но в следующем-то это уже прямо вот обязательно надо прийти сюда с кусторезом и вырезать все, что не надо. То есть освободить эти более перспективные деревья, обязательно оставить елочки, дубки оставить. Дубки тут есть, вот дубков тут довольно-таки много. дубков много. Вот, клены оставить, но такие породы, которые более перспективные. А осину, которая тут густо-густо, просто поредить и тоже оставить наиболее перспективные деревья с тем, чтобы они росли, быстрее набирали силу, быстрее наращивали древесину и качество древесины, чтобы становилось лучше, чтобы они не росли в этой дикой конкуренции, кривые, косые, стремящиеся к свету, им там не хватает света. Вот, например, этот куст, да, вон как они густо, очень густо, из них тут только один надо бы, вот было бы оставить, например, вот этот, да, остальные срезать. Ну и так вот все-все-все, но, но, палка тут о двух, о трех и бог весть еще о скольких концах, потому что это все требует денег, то есть тут вот два гектара, вот мы идем, идем, это вот там вот, я не знаю, против солнца тут что-то видно, камеры-то хоть что-то показываешь против солнца, вот там, там даже мы еще края даже не видим, где кончается тв, рубка, вот это, 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 это все, это надо провести рубку ухода, осветление так называемое, ну и я этого сделать никак не могу, нет у меня таких сил, возможностей, это надо нанимать людей, людей надо, естественно, за деньги, да, можно нанять хлопцев, которые придут с кусторезами, все это вырежут, сделают такой красивый лесочек, мало того, в первые три, даже пять, наверное, лет, эту процедуру надо проводить каждый год, вы представляете, сколько денег сюда надо вложить, вот сколько денег надо вложить, вот эту густоту, гущеру, вот эту вот порезать, и оставить там буквально какой-то, вот на этой площади оставить буквально, но в лучшем случае пять деревьев, все остальное срезать, у меня таких денег нету, это во-первых, и во-вторых, даже если бы были, но мне вкладывать не хочется, потому что вкладывать надо для чего-то, для того, чтобы потом получить ценную древесину и иметь какие-то денежки, если сейчас начинать по всем лесоводческим правилам выращивать этот лес, воники уже огромные эти осины, выращивать этот лес, древесину, ну, относительно ценную, потому что осина, она в любом случае не очень ценная, я получу где-то лет через, скажем, 20, может быть, можно первую, не полностью, но первую, после очередного прореживания, уже не просто вот так оставлять на земле этих воростинки, потому что они не нужны, а уже куда-то можно вывозить и что-то с этого иметь, лет через 20, то есть, если даже при всех прекрасных обстоятельствах, ну, я не знаю, доживую или нет, а так вот уже как что-то полноценное, там получить лет через 40-50, то есть, это даже для моей дочки это такая, ну, перспектива, если только уже на старость, совсем глубокую, внуков у меня нету, как я уже говорила, к сожалению, и так что у меня особо нет для кого тут напрягаться, поэтому я предаюсь безобразию и оставляю это все на самотек, вот как оно вырастет, так оно и вырастет, для природы, для леса, ну, это без разницы, но будут кабаны тут жить, птичьи гнезда будут вить, лоси, косули, кушать, побеги, ну, в общем-то, это так, для природы это не важно, что я буду тут что-то делать, не буду я что-то делать, важно, конечно, для хозяйственной деятельности, для тревесины, и поэтому, хотя я осознаю, что неплохо бы этот лесочек все-таки выращивать по всем правилам лесоводческим, но нет у меня на это средств таких вот лишних, где я могла бы вот так выбросить и смотреть, мне было бы интересно посмотреть, как это будет, как они будут расти, но не могу я так роскошествовать, вот такие вот дела, друзья мои, видите, сколько тут, тут я все иду, иду, это все, это самая вырубка, да, я еще даже там конца, даже близко не видно, но сама я тут никак не могу, это мне не по силам, ягодки дикого послена, уже подмерзлые такие, ядовитенькие, елочка, вот такие елочки могут и вырасти, потому что вот в этом месте как-то такое пустоватое, особенно осинка есть, но не так сильно может и заглушат такие вот елочки, в общем-то лес хочет расти такой же, как он и был, осина с примесью ели, так, я вышла, куда я вышла, на середину, когда лес рубили, оставляю, я уже рассказывала, оставляю деревьев, надо обязательно 30 деревьев на гектар оставить для того, чтобы площадь осеменялась, и вот оставили пару дубов, это хорошо, надеюсь, что они тут выживут, потому что, конечно, когда резко меняется обстановка, меняется освещение, меняется какой-то там симбиоз, то не все деревья это приветствуют, ну, я не знаю, мне кажется, что дуб должен приветствовать, чё б ему тут не расти, но, во всяком случае, желуди свои пусть кидает, ползу я еле-еле, потому что вот тут творост под ногами, и он такой скользенький, поскольку подмерзший, так что я иду еле-еле и посматриваю, может быть, даже в следующем году тут можно прийти какую-нибудь смолинку найти, не густо, конечно, смолиной, но, может, что-то будет. Все они съели, а вот этой елочке, ну, или один год, или два, даже кажется, что один год, это значит, она насеялась этой весной, вот, давайте я лишние осины отсюда уберу, вот, чтобы ее тут не задавило травой, да, тут совсем неплохо, дубы есть, пусть они все тут растут, а я подбираюсь к следующему литеру, я тоже его весной показывала, но тут березничок, вот этот березничок, а вот в этом березничке это уже проводились рубки ухода, позапрошлый год, даже он уже три года тому назад, я тоже весной показывала, и вот тут вот уже освободили более-менее такие нормальные такие более-менее нормальные березки освободили, чтобы они росли, хотя, конечно, опять же, надо еще делать рубки ухода, прореживания, и пока идут эти рубки прореживания и прочие рубки ухода, денег они не приносят, ни капли, ни чусь, ни центочки, а вот расходы, да, расходы на них есть. Вот березняк, вообще, береза, если она выращивается на древесину, тут надо балансировать между хорошей высотой ствола и здоровьем самого дерева, то есть, вот эта крона, она не должна быть меньше, чем третья часть от ствола, то есть, у отдельно растущей березы, она может быть и половина ствола и даже больше, но стволу такой березы на древесину не очень-то ценится, мы знаем, где-то в городах, где-то в парках могут быть такие березы, выглядят прекрасно, ну, с эстетической точки зрения, и вот эти березы, ну, так, я думаю, что они здоровы вполне, им хорошо, у них такая крона порядочная, ну, третью часть точно, если не больше, но между ними вот такие вот маленькие, паршивенькие, их надо уже срезать, они только замедляют рост остальных деревьев, сами они никакой древесины не дадут абсолютно, и надо оставлять просто вот такие вот хорошие деревья, ну, если брать материальную составляющую, значит, первые годы, для меня это чистый расход, вообще ничего, а получу эту древесину, ну, через сколько отсюда, ой, господи, ну, может быть, лет через десять, при очередной прочистке, может быть, уже что-то можно получить, но и то сомневаюсь, если точно, можно сказать, лет через двадцать, вот лет через двадцать, да, уже можно что-то такое материальное отсюда поиметь, а так, ну, десять, может пятнадцать, и то это не сплошная рубка, а просто выборочная рубка, очередное разреживание, где оставляют самые перспективные деревья, вот, это вот с такой материальной точки зрения, а безматериальной тут канава, и мне надо как-то ее преодолеть, воды-то нету, но хвороста дофига, тут можно и ноги переломать, и все, что угодно, ладно, вот как-то я тут полезу, наверное, как-то полезу, пока отключаюсь, надеюсь, что еще включу, преодолела преграду, довольно успешно и бесхлопотно, полезла дальше, хочу пройти насквозь этот березничок, и дальше уже зайду в этот сосничок, это вот три таких вот литера, которые остались у нас всего лишь, у нас были такие леса, ой, мы их продали для того, чтобы этот дом сделать, у меня до сих пор, до сих пор сердце кровью обливается, вот, кстати, калинка, калинка, малинки нет, но калинка есть, вот она уже такая, замерзшая, классненькая, я конечно не буду собирать, что я с ними буду делать, пусть себе растет, вот о чем я говорила, берез, тут видите, вот те, которые с листочками, это те перспективные, классные, а вот между ними, вот это вот все такое, вот это вот такое, вот это вот такое, вот это вот такое, никакое, как говорится, рубить, не дожидаясь притонита, без жалости, но вот эту можно еще пока оставить, на какие-то пару лет, может быть, через пару лет с нее там дрова хотя бы какие-то выйдут, а вот это прямо все, она только замедляет рост, вот эти две, но побольше оставить, поменьше обязательно, причем это срочно надо делать, вот, ну как я уже говорила, срочно-то срочно, это для лесоводческих требований, кто бы денежки дал мне, на это и сказал, давай, Илона, развлекайся, потому что вообще лесоводство, это очень интересно, это даже, можно сказать, где-то творческий процесс, а поскольку он еще и вознаградится может, если не сейчас, то хотя бы через десятилетие, то это вообще мне нравится, но, увы, возраст уже не тот, так, не тот, чтобы, не тот, не то, чтобы заниматься, не тот, чтобы результатов дожидаться, так, 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 это, кстати, вот этот хворост, это остался с тех пор, когда делали прореживание, это года три, наверное, то и четыре, вот он постепенно перегнивает, для леса это просто благодать, это и удобрение, и какое-то там укрытие для мелких звездков, насекомых, мышек, ящериц, ежиков, и прочие милюзги, так, а я вышла еще к одной канавке, и эта канавка уже с водой, придется прыгать, ну, какая там водица-то, водица блестит, и эти канавки глубокие, глубокие, ладно, прячу, так, старость, конечно, не радость, но еще как-то перепрыгнула, еще пока прыгала, так, вот он березнячок, а тут еще березочки, где-то такие, прямо скажем, оставляют желать лучшего, потому что почва, почва болотистая, почва болотистая, где посуше, они покрасивее, а где пониже, он тут получше, да, а где вот там, ближе к болотцу, то они такие, прямо скажем, хиленькие, ну, что имеем, то имеем, так, вперед, Илона, и мы постепенно подходим к сосничку, конечно, все эти литеры, эти выдела, они маленькие, они, конечно, не какие-то там многодектарные, ну, сколько тут, ну, вот вырубка, это где-то 2 гектара, березнячок, он там тянется, тянется, ну, может быть, в общей сложности то же самое, или даже поменьше, ну, и сосничок, тоже что-то около этого, то есть, в общей сложности у меня, я знаю, что это в общей сложности лесной площади у меня осталось всего-навсего каких-то 8 гектаров, с небольшим, а было больше, намного, вот так вот, так, а что я хочу в этом сосничке, давайте дойдем, я объясню, чего я туда прусь, ну, кроме того, что лапник нарезать, березнячок оставляем позади, и входим в сосничок, сосничок, это не весь мой, граница идет где-то посередине, вторая часть принадлежит соседу, не тому, у кого коровы, а вот тому, через чье поле я шла, от чего я сюда приперлась, ну, кроме того, чтобы нарезать лапника, я хочу посмотреть, насколько тут можно набрать торфа, сейчас я вряд ли буду набирать, но я хочу хотя бы посмотреть, как это, потому что я уже говорила, что я хочу сделать клумбочку такую, небольшую, с кислолюбивыми растениями, и посмотрев в магазине, сколько стоит кислый торф, я выпала в осадок, во-первых, вот такого чисто, просто простого, проще не бывает торфа с болота, я вообще что-то в магазине не увидела, там продаются уже мешки, готовые, как там пишут, для рододенрона, вересков, и прочего, и прочего, и стоят они столько, что это маленькое состояние надо для того, чтобы сделать клумбочку с кислолюбивыми растениями, и поэтому самый такой простой способ набрать торф непосредственно на болоте, там, где он есть, и вот тут под соснами, ну, прямо вот он должен быть, но у нас дело в том, что, в принципе, я не могу вот приехать и начинать мешками где-то в лесу, набирать почву, набирать какие-то там растения, у нас это запрещено, ну, я, может быть, могу там маленький полиэтиленовый пакетик там собрать, пока никто не видит, но если я буду прямо мешками собирать, меня остановят, а в своем лесу я все-таки могу это делать, и вот я пришла и посмотрю, что ж тут такое, вот, как тут что можно набрать, вот это сосновый лес, тоже по лесоводческим правилам, его надо уже формировать, то есть тоже срезать те деревья, которые не перспективны, например, вот, вот оно, вот это, да, вот оно не перспективно совсем, вот оно, какое страшное, а оставлять вот эти, чтобы они побольше набирали силы, побольше набирали массу и быстрее росли. Мало того, этот лес, это болотистый лес, его бонитет не очень-то высокий, бонитет это соответствие между возрастом леса и его запасами древесины, так скажем, там рассчитывается по высоте, по диаметру ствола, там бог весть еще почему, ну так вот это не очень-то, сами-то сосны уж не молодые, сильно не молодые, ну их размеры, корявость, ну так, средненькие, потому что болотистые места. Вообще сосна одно из самых выносливых растений, растет на скалах, растет на песках, растет на болотах, да, оно может быть чувствует себя не очень хорошо там на болоте или на чистом песке, но другие деревья не растут там вообще, а она все-таки растет. Но вот в таком сосновом лесу практически никогда не бывает соснового подлеска. Вот смотрите, видите, елочки растут, да, вот тут сосна, а растут-то елочки, да, им тоже фиговенько, они тоже такие хиленькие, потому что здесь болото, но елочки, а сосны вообще не видно, вообще, почему? Потому что сосна очень светлолюбивое растение, очень. И вот даже светло уже, солнышко светит, ну что не расти? Нет, не будет оно тут расти, если даже какой-то там вот сеянец, вот он, видите, вот он упал, да, какое-то семечко-то упало, вот она даже какие-то корешли пустила, но оно не вырастет никогда в большое дерево, никогда, потому что ей тут очень темно. А откуда ж тогда взялся вот этот лес? Все очень просто, когда-то на этом месте было болото и были торфоразработки, то есть тут было гладкое, чисто, пусто и светло, и велись торфоразработки. Потом торфоразработки забросили, и осталось вот такое вот пустое, чистое пространство. В этом болоте, на этом торфе ничто другое, кроме сосны, расти не может. Береза сюда не добралась, плохо ей тут, елкам тоже как-то не по себе, а вот сосне было норм. Вот она тут и наросла. Да, да, ну вот, конечно, надо, надо, еще и денежка какая-нибудь была бы небольшая, но все-таки, ну мне так не хочется здесь начинать какую-то рубку, даже выборочную, потому что вот это все, вот весь этот биотоп, все это биосодружество, оно нарушится, оно нарушится. Тут черника, черничник, тут вот эти мелкие елочки, мелкие елочки погибнут, если начать тут что-то вырубать, но они и так-то прямо скажем сомнительно выживут или нет при любом раскладе, но все-таки, то есть это вот такое вот болотистый такой биотоп, и он обязательно нарушится, если начать, то чего-то рубить, и поэтому я тяну, 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 видите, там и те, которые уже такие плохие деревья, они уже сохнут, отмирают, убыток, чистый убыток, вон какое засохшее кривое, и вот там вот уже с такими сухими вершинами, я не знаю, я вот тяну, тяну, тяну по таким, знаете, эмоциональным причинам, не по каким-то рациональным, ну посмотрим, что дальше будет, а сейчас я хочу посмотреть торф, можно ли вообще тут наковырять что-то, а что-то там собачки лают, там не охотники шляются, вполне возможно, вполне, ладно, посмотрим, что тут насчет торфа, и пойду я уже ближе к выходу, и там где-нибудь снарежу лапника. Ну вот, друзья, вышла я из леса, из темного, нагулялась, насмотрелась на осень, вам пролез, наболтала, интересно вам будет это или нет, не знаю, лапника нарезала, вот он, такой мешочек, пахнет, пахнет новым годом, замечательно, ну а теперь поеду домой, дома дел полно, 4 туриста и собак уезжают, после них надо убирать, и вообще всякое разное, малоинтересное, но необходимое дома меня ждет, а вам всего самого доброго, уверена, что не последний раз мы еще в лесу гуляем, погуляем много раз, возможно, даже зимой, до свидания. до свидания. до свидания. Продолжение следует...